Здравствуйте! Как создать в городе праздничное настроение, какие средства хороши и как организуется программа для массовых гуляний? Об этом говорим с заместителем директора Самарского агентства по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта Натальей Харитоновой. Наталья Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите об агентстве, чем вы занимаетесь и организацию каких мероприятий вы можете привести в пример, чтобы мы знали вашу зону ответственности, так скажем. Ну, наш агент существует уже достаточно давно, около 10 лет, и за это время уже сформировался такой положительный опыт. Мы занимаемся практически большинством мероприятий в городе, начиная от Нового года, Масленицы, открытие памятников, мемориальных досок и других-других культурных и спортивных мероприятий. Вы сказали спортивных мероприятий, конечно, самое массовое, зрелищное, ответственное и так далее, международное, это чемпионат мира по футболу. Вы были там задействованы, чтобы вы понимали ваш объем работы? Да, конечно. Наше агентство активно принимало участие в организации чемпионата мира, и наша зона ответственности была, это набережные. То есть были поставлены сценические площадки, где постоянно нон-стопы шли, концертные программы, танцевальные вечера. У нас стоял шатер, посвященный чемпионату мира на Некрасовском спуске, а также пешеходная улица Куйбышева, где мы проводили карнавалы, танцпарады и другие активности. После этого чемпионата мира вышло несколько документальных фильмов, конечно, и как раз герои гуляли по набережной, и все это было показано, в общем, спрашивали ответную реакцию, эмоции, впечатления о городе, об оформлении, и это было отмечено. Спасибо большое. Я думаю, что действительно вы себя зарекомендовали отлично. Новый год – это самый яркий, самый любимый, без преувеличения, праздник горожанами, и не только, наверное, всеми, поэтому хотелось бы узнать, что нам ждать от этого праздника, насколько это будет празднично, ярко и массово. Мы активно готовимся к Новому году. Сейчас уже, наверное, все, кто так или иначе прогуливается по улице Куйбышева, видят, что работа буквально кипит. Уже установлен елочный комплекс из семи елок. Это четыре елки шестиметровые, две десятиметровые, и центральная, конечно, наша красавица елка 25 метров. Более того, они будут украшены медиафасадом. Это порядка более 23 тысяч пикселей, для которых сейчас прописывается уже отдельный контент, видеоконтент, подбирается звукоряд для создания аудиовизуальных эффектов, которые в этом году, я думаю, порадуют горожан своими новшествами. Если говорить об отличии оформлений и других составляющих от прошлого года, что-то будет, изменится или ждать того же, что было в прошлом году? Нет, конечно же, изменится. Это праздник, который не может быть всегда одинаковым. Но сейчас у нас будет установлено достаточное количество световых инсталляций, которые создадут атмосферу незабываемую, чудесную, новогоднюю. Более того, у нас будут открыты новые площадки, которые оснащены светом, звуком, и в праздничные дни будут проходить уже новые активити. В новогодние праздники на площади Куйбышева, кроме елочного комплекса, который будет работать ежедневно с 22 числа, на площади Куйбышева откроет свои ворота усадьба Деда Мороза Самарского, где наших посетителей ждут новые персонажи и, конечно, старые полюбившиеся. Сейчас там кипит буквально работа ландшафтных дизайнеров, художников, декораторов. Все это подготавливается, именно создается атмосфера такой сказки, которая уже по опыту за три года очень понравилась горожанам. И в праздничные дни в усадьбу Деда Мороза Самарского приходят порядка тысячи человек. Это очень много. Будет работать горка, катки для массового катания фигурного катания, для хоккейных всевозможных соревнований. Эти катки оборудованы световым оборудованием, динамическим, когда цвет меняется, звуковое оформление. Одним словом, атмосфера на каждом участке площади будет создана праздничная и интересная. Вы сказали, усадьба Деда Мороза. А что внутри? Для тех, кто еще там не был, и зачем туда нужно обязательно попасть? Усадьба Деда Мороза – это небольшое сказочное пространство в центре города, на которой находятся всевозможные, назовем, локации, со сказочными персонажами, с героями. Проходит всевозможная программа, то есть люди приходят, формируется группа. Это группа с проводником, проходит буквально все эти, как по принципу квеста, но такого праздничного, веселого квеста. Он проходит все пространства, и в финале их ждет встреча, естественно, с самарским Дедом Морозом и Снегурочкой, загадывание желаний и прекрасное настроение. Да, и фотографироваться тоже, это любимая тема селфи, вообще побольше фотографий запрещать, все это можно сделать. Это не можно, это нужно обязательно, более того, вход свободный, и усадьба будет работать с 22, 22 числа к нам приезжает Дед Мороз из Устюга, и тогда же мы праздничное открываем, у нас будет праздничная программа, торжественное открытие, и после этого ежедневно с 22 по 27 усадьба будет открыта с 17 до 20, а с 27 декабря по 8 января с 12 до 8 вечера. То есть, наверное, можно сказать, что главное место новогоднего этого шоу и праздника, это все-таки площадь Куйбышева. Вы согласны? Да, я с вами согласна, абсолютно, потому что уже по опыту видно, что горожане именно хотят посетить площадь в ее вот в новом виде, красивом, оформленном, высокотехнологичными, вот не хочется как бы уходить в технику, но тем не менее вот этот аудиовизуальный ряд, который создается, елочный комплекс, инсталляции, они пришлись по душе и горожанам, и гостям города. Понятно, всегда хочется выехать, куда-то выйти в такое место, где будет шумно, весело и многолюдно, но все-таки в самих районах городских что будет организовано? И примет ли ваше, опять же, агентство в этом также участие? Кроме вот этого основного... Наше агентство занимается по большей части площадью Куйбышева, а районами, я думаю, занимаются районы. И тем не менее, я уверена, что горожан там ждут какие-то елки и представления уже силами района. Да, потому что в последнее время такая тенденция, что даже во дворах люди, жильцы украшают и устанавливают и елки, и какую-то свою иллюминацию даже небольшую. И это приятно. Если говорить об общих тенденциях праздничного оформления, то какие они, тренды, может быть, существуют? На что делается ставка? Что принимают люди как самое яркое и популярное, востребованное? Ну, трендов как таковых не существует, потому что это, собственно, не индустрия моды, но каждый год все меняется. Естественно, подходя к разработке концепции новогоднего оформления площади Куйбышева, это начинается достаточно задолго и с другими нашими контрагентами, дизайнерами, художниками, всевозможные макеты, направления. Начинает общего украшения города, там, баннерами, афишами, которые всегда в едином стиле, разработаны замечательными дизайнерами. И потом уже от этого стиля мы уходим к тому, чтобы его развивать и раскрыть уже в полной мере на площади. А какие специалисты работают в вашем агентстве? Чтобы мы вот представляли, как вся вот эта организация, весь механизм, как выстроен. Есть задача такое-то мероприятие и что дальше? Есть задача такое-то мероприятие. И подходя к разработке этого мероприятия, естественно, у нас создается команда. Команда, которая начинает разрабатывать, подготавливать и уже проводить это мероприятие. Это и режиссерско-постановочные группы, и технические службы, и строительные всевозможные организации, которые начинают от стройки сцены, украшения и так далее, технологическое ослащение. То есть у нас очень-очень-очень много специалистов разного уровня для каждой задачи отдельно. Если говорить не только о горожанах, но и о людях, которые приедут на Новый год из других городов, потому что сейчас внутренний туризм развивается, в общем-то, очень масштабно. Что бы вы посоветовали им посетить, на что обратить внимание вот именно в эти праздничные новогодние дни? Ну, Самара все-таки это очень культурный город. И, конечно, площадь Куйбешева – это такое сердце новогоднего праздника. И новогодняя ночь с прекрасной программой и фейерверком всегда пользуется популярностью. Но кроме этого, постоянно, везде, во всех учреждениях культуры, домах культуры, филармониях, театрах, сейчас идут представления, которые с удовольствием, я думаю, посетят все. А вечером мы ждем всех, милости просим, на площадь Куйбешева. В 12 часов, ровно в 12, что там будет? Ну, может быть, не все раскрывать, а как будет отмечен этот момент перехода одного года в другой? Ну, на самом деле, не хочется раскрывать все тайны, потому что новогодняя пора – время чудес, да, и сюрпризы, естественно, будут. Сейчас готовится праздничная программа, очень интересная, замечательная, с участием творческих коллективов, достаточно известных и любимых горожанами. Конечно, горожан ждет фейерверк традиционный и масса-масса всевозможных активитей. Наталья Николаевна, вы какой-то Новый год сами встречали на площади Куйбышева? И как давно вы занимаетесь именно вот этой вот темой, территориально оформлением площади Куйбышева? Я работаю в нашем агентстве три года, и, собственно, вот три года… Все три года этим занимались. Да, мы этим и занимаемся. А получилось так, что вы были вот в новогоднюю ночь и на площади Куйбышева. Было такое, да? Да, и желание сбылось. И желание даже сбылось. Просто интересно услышать взгляд человека, не который пришел со стороны, а который все это готовил и в результате оказался на этом месте, на площади Куйбышева. Вот этот момент в час икс, или даже не в момент, а минуту. Это, наверное, другие ощущения, потому что чувствуется и ответственность, и восприятие другое немного. И ответственность чувствуется, и в то же время радость определенная, потому что ты видишь, насколько люди счастливы, рады, довольны. И это лучшая благодарность за нашу работу. Реакция людей очевидна. Еще хотелось бы узнать о том, откуда берутся все-таки идеи вот эти. Кого вы привлекаете к разработке? Для того, чтобы и сюрпризы были, и все это было оформлено, и так далее. Привлекается очень много людей. И более того, разработка вот этой концепции начинается задолго до Нового года. И как бы это по крупицам собирается, скажем, в копилку новогоднюю. Потом это все генерируется, и лучшее, что может заинтересовать, оно уже осуществляется. Вопрос такой, наверное, больше практичный. Вот эти срубы от усадьбы Деда Мороза, или еще вот эта конструкция, они переходят из года в год, или постоянно что-то докупается, обновляется? Как все это выглядит? На самом деле дом Деда Мороза, он один и тот же. Сейчас мы несколько обновили его после трех лет на четвертый. И это достаточно трудоемкая работа, поскольку этот дом хранится у нас на складе, в собранном виде. Соответственно, мы его перевозим аккуратно, собираем, точно так же следим, оформляем. И после новогодних праздников, после Масленицы, он едет опять к себе. На базу. На базу. Так скажем. Ну, то есть некоторые горожане просто думают, что вот каждый раз это все новые вот эти конструкции, и все это обновляется. Нет, мы очень бережно и с большим пиететом относимся ко всему, что связано с нашим волшебником. А как происходит оформление вот этой большой, грандиозной 25 метров, вы сказали, елки? 25 метров, да. Какие специалисты там трудятся? Тоже, наверное, своя специфика. И кого вы привлекаете для украшения именно вот таких? Ну, работа начинается очень задолго. Сначала это технические группы, которые перевозят вот эти конструкции. Конструкции достаточно объемные, это как бы достаточно серьезная работа, поскольку на площади существует определенная парусность, погодные условия. Соответственно, эта сборка идет долго и качественно. После этого приступаются уже к оформлению. Сначала хвой, а потом уже вот медиафасадом, который в прошлом году мы заявили впервые. В этом году он появится вновь и будет уже более разработан. Контент будет новый. И какие-то вещи, которые уже полюбились. Если обратиться к восточному календарю, как-то вот тоже люди на это реагируют и любят, и нравятся. Каждый год это разное там животное и так далее. Будет какая-то связь? Или вы на это не обращаете в каких-то вот наших традициях все-таки Новый год? Конечно, мы приверженцы нашим традициям, но тем не менее определенные нюансы и сюрпризы будут. Потому что некоторые ждут и даже и готовят и стол свой новогодний, одеваются именно вот в соответствии с теми традициями, что тоже, в принципе, можно, наверное, учитывать. Какой является конечная дата оформления? Насколько до Нового года все должно быть на площади готово, полностью оформлено? Есть у вас такая определенная дата? Ну, 22 декабря мы торжественно открываем комплекс. Да, то есть до 22 декабря еще будут проводиться какие-то работы? Какие-то работы, что-то будет запускаться в тестовом режиме, что-то откроется раньше, значительно раньше. Но 22 с приездом Деда Мороза из Великого Устюга мы откроем полностью все локации. Но сейчас площадь, в принципе, открытая для прогулок, получается, это не значит, что она закрыта на проведении работы? Нет, нет, нет. Площадь открыта, там делаются какие-то работы. Сейчас к нам приехали команды из Екатеринбурга, которые строят ледовые ограждения вокруг елок. Это достаточно красиво, замечательно, там вырезают орнаменты. Гулять можно. Новый год – это традиционный праздник. И я хотела бы узнать все-таки у вас, где вы встречали в других местах, кроме Самары, Новый год? И что вам там особенно запомнилось, приглянулось и впечатлило? Вот все-таки в разных местах отличаются встречи и оформления? Может быть, как специалист на это смотрит уже? За свою жизнь я встречала Новый год в самых неожиданных местах. Но дело в том, что работа как бы накладывает свой отпечаток. И сейчас уже, да, смотрится на все другими глазами. И сейчас я уже не представляю Новый год без площади Куйбышева. Потому что некоторые уезжают вообще в тропические страны, чтобы что-то поменять. И чтобы было совершенно все по-другому. То есть вы не приверженец. Нет. Что-то должно все-таки быть Морозец, Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка. И много очень горожан счастливых, которые радостно встречают Новый год. И так как вы занимаетесь оформлением и такой визуальной частью жизни города, хотелось, чтобы вы сказали свои, может быть, пожелания, наблюдения, как должен дальше развиваться в этом отношении наш город. К чему идти? К чему вы стремитесь? Потому что вы говорите, что год на год не похож, и каждый раз все меняется. Чего бы вам хотелось видеть в нашем городе? Именно с такой визуальной, эстетической, оформительной, может быть, точки зрения. Ну, на мой взгляд, город из года в год становится только краше. И я думаю, что эта тенденция сохранится. И в следующий год мы придумаем что-то... Ну, сложно-сложно загадывать что-то на следующий год. Потому что хочется в этом году осуществить какие-то свои задумки. Уже даже задумано. Да, желание. Но я думаю, что со временем мы придумаем что-то еще. Потому что, действительно, мир сегодня меняется. И, ну, все говорят, что мы уже в цифровой эре. Это мир информационных технологий, новых технологий. И такой вопрос. Что нового технологичного используется уже сегодня в Самаре для оформления? Какие-то новые технологии задействованы? Ну, конечно. Конечно, основным высокотехнологичным именно объектом это, несомненно, является елочный комплекс. Елочный комплекс, который наряду с другими европейскими странами может поспорить. Потому что это действительно красиво, высокотехнологично и очень эффектно. Более того, в этом году наш комплекс немножко дополнится еще одной локацией. Около елки будет подиум с диджей Морозом, оснащенный световыми такими приборами динамическими. И это будет такое небольшое еще одно шоу, когда по вечерам диджей Мороз будет проводить какие-то диджей-пати с горожанами. Поскольку по опыту люди идут на площадь именно для того, чтобы хорошо провести время, подвигаться, потанцевать, попеть. И для этого будет создана все условия. Ну, это замечательно. Вот все-таки один секрет вы нам раскрыли уже в конце программы. Раз, два, три, елочка гори. Но в случае с медиагирляндой и считать не нужно. Новогоднее убранство оснащено автоматическим датчиком управления, который закреплен на самой елке. А управлять им можно из любой точки земного шара. Такие цифровые технологии в Самаре используются во второй раз. В прошлом году гирлянды отлично себя показали и пришлись по вкусу горожанам. Каждая медиагирлянда состоит из 20 тысяч маленьких шариков, пикселей. Каждая из которых может показать 16 тысяч оттенков. Масштабная работа прежде всего состоит в монтаже. Это 90% успеха. Остальные 10 уже непосредственно отстройка и пусконаладка оборудования. А сюжетами занимаются дизайнеры, видеографы. Световое шоу на площади Куйбышева в последние дни уходящего года будет посвящено театру. А уже с 1 января программа изменится. Ее детали пока не раскрывают, но Самара Гис удалось узнать, что она будет о любви к родному краю. Радовать отдыхающих будут не только разноцветные огоньки, но и диджей-сеты на главной площади города. Самарцы уже сейчас в предвкушении праздников. На площади не одна пушистая красавица, а целых семь. Все деревья огородят ледяными блоками с морозными узорами и внутренней подсветкой. Ледяные плиты привезли из тюмени. Опасаться, что они могут растаять, не стоит. Даже в случае оттепеля они простоят до начала весны, гарантируют специалисты. Ширина льда у таких кусочков внушительная – 25 сантиметров. Над их установкой работает бригада из Урала. С озера развертывается добыча, выпиливаются блоки, и все грузится, и везутся в любую точку. В праздничные дни на площади Куйбышева можно будет не только потанцевать и прогуляться, но и покататься на катках. Их тут два – отдельный для хоккеистов и всех остальных любителей льда. А также с ветерком прокатиться можно будет и с большой деревянной горки. Для малышей и всех тех, кто верит в чудеса, свои двери откроет резиденция Деда Мороза. Уже 22 декабря площадь Куйбышева посетит главный зимний волшебник страны. Он откроет праздничный комплекс в самом сердце Самары. Спасибо большое за эту информацию, за то, что вы так нас всех вели, предвосхитили, и даже появилось желание действительно прийти, посмотреть, может, даже чуть заранее, но и обязательно Новый год. Всего хорошего. Спасибо вам. Счастливого Нового года. Веселого Нового года. Счастливого Рождества. Спасибо. До свидания. Я прощаюсь и с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин